Перед тем, как войти в землю Израиля, урок Муше посылает 12 глав колен осмотреть страну. Разведчики отлично справляются с работой. Они убедили весь народ, что вход в землю Израиля обречен на неудачу. Израиля хватило всенародной истерии, они потребовали нового лидера, который вернет их в Египет. Затем Муше строго укоряет народ, он передает им клятву Бога, который говорит, что их желание будет исполнено. Они не войдут в землю Израиля, а погибнут в пустыне. Слова Муше задели народ и привели его в чувство. Они решили раскаяться и идти в землю Израиля. Они воскликнули, мы готовы зайти на то место, о котором говорил Господь, ибо мы согрешили. Но в этот раз Муше отказался присоединиться к ним и сказал, не избирайтесь, ибо Бога нет с вами, дабы не быть пораженными перед врагами вашими. Но они не послушались, они решили исправить свою ошибку и направиться в землю обетованную. Это решение было неверным, они действительно были разбиты. Эту историю надо хорошо осмыслить. Тора часто говорит о том, что Бог принимает раскаяние человека. В этом случае евреи раскаялись. Они признали свой грех, выразили сожаление и были готовы изменить свое поведение и последовать направление, указанное ему Богом в начале пути. Они были искренни в своем раскаянии и принятым лишении. Но Муше подосерег их против этого. Почему? Разве юдаизм не верит во второй шанс? Муше не подвергал сомнению искренности их раскаяния. Он сказал им, что для завоевания земли Израиля Бог должен быть среди них. Они не могли это сделать сами. Но в тот раз Бог не сопровождал их. Он постановил, что это поколение останется в пустыне. Давайте теперь проанализируем создание современного государства Израиль через призву понимания этого отрывка Тора. Сионизм как движение возник более 100 лет назад с целью создания национального государства для евреев. Его основатели считали, что когда будет создано еврейское государство, наконец появится одно место в мире, где евреи будут в безопасности. Там, говорят ли они, евреи смогут защитить себя. У французов есть Франция, у итальянцев Италия. Если у евреев будет своя страна, условия их жизни изменятся. Мир перестанет постоянно обращать внимание на эту небольшую часть населения планеты. Сегодня Израиль – это прекрасная страна, которого мы любим и которой дорожим, несмотря на все внутренние и внешние проблемы. Израиль стал домом для миллионов евреев и местом реализации их творческих способностей во многих областях. И мы должны всячески поддерживать Израиль. Но как ни печально, для главных благородных целей сионизма – создание безопасного прибежища для евреев и нормализация их положения, увы, не осуществились в государстве Израиль. Евреи Израиля постоянно подвергаются ракетным ударам и вынуждены скрываться в бомбоубежищах. И отношение народов мира к евреям тоже не нормализовалось. Но наоборот, само существование государства Израиль стало мишенью для ярого антисемитизма во всем мире. В 60 веке великий мудрец и философ Садия Гаон рассматривал вопрос о том, что формирует евреев как народ, что сделал нас единым народом, вопреки тому, что у нас не было ни одной из национальных основ. У нас не было родины, политического суверенитета, мы были разбросаны по всему миру, говорили на многих разных языках и впитали самые разные культуры. Что же определило евреев как единый народ? От Витсадии было однозначно. Мы существуем как народ благодаря Торе. Он ввел в виду следующее. Исключительный фактор, определяющий евреев как нацию, не соединяющий евреев от Испании до Туниса, это общая приверженность Торе и ее заповеди. Само происхождение еврейского народа красноречиво об этом свидетельствует. Потому что наше рождение отличается от происхождения любого другого народа в мире. Если история других народов начинается с территории, заселенной людьми, впоследствии образовавшимся нацию, ее укладом, то еврейская история начинается вдали от родины, пустыни. Евреев определяет как народ на территории айдиной идеи, то, что мы сегодня называем Торой. А земля Израиля Тора определила как подобающее место проживания евреев. Самое благоприятное место на земле для осуществления своей миссии и предназначения. Но не как начало нашего народа. Более того, если мы будем искать объективный научный ответ на вопрос, как евреи смогли выжить за тысячелетия без прецедентных страданий и гонений, нам придется искать общую нить, проходящую через всю еврейскую историю от начала до сегодня. Единственный постоянный фактор, сопровождающий евреев во всех превратностях их судьбы, это не страна, язык, культура, поиск и доблесть и тому подобное, а крепкая связь с нашим духовным наследием, преданной истории и заповедям. Почти 800 лет утверждения Раби Садии считались неоспоримым. Даже те евреи, которые отошли от соблюдения еврейских законов, понимали, что это означает для них разрыв с еврейским народом. Основатели государства Израиль считали, что создав национальную родину для себя, евреи могут отбросить религиозный багаж и, наконец, стать народом, как все, народом, определяемым национальностью, основной проживанием и культурой, а не верой и духовностью. Они считали, что еврейская религия выполнила свою задачу в странах изгнания, придавая евреям отличительность. Они хотели создать идентичность израильтянина. В национальном гимне Израиля говорится о надежде, которой уже 2000 лет быть свободным народом на своей земле, на земле Сиона и Иерусалима. Но в нем не упоминаются о религиозной связи между еврейским народом и святой землей. Это казалось вполне разумным подходом. Зачем смешивать государственность и религию? Для процветания демократии следует поддерживать либеральный плюрализм. Религия должна быть отделена от государства. Несение библейских понятий «вся низкое движение» лишь подорвет успешность Израиля в их либеральной демократии. Более 3000 лет назад наш учитель Моше четко высказался о еврейской самоидентификации. Он понимал, что национальность, оторванная от духовности, будет недостаточной для еврейской души. Сама наша идентичность связана с Торой. Определение нашей национальности состоит в том, что мы носители Торы. Национальное государство само по себе не может сделать все для нас. Оно не может нормализовать нас, дать нам безопасность, которую мы так жаждем. Нам нужно, чтобы среди нас был Всевышний. Это не означает, что граждан Израиля следует в законодательном порядке заставить исполнять законы иудаизма. Это вызовет еще более глубокую неприязнь к иудаизму и его законам. В мире, где мы живем, религия и духовность должны быть личным выбором, идущим изнутри. Третья Египет и Рим построили великие памятники, чтобы пережить ветра и пески времен. То, что они построили, все еще стоит и в некоторых аспектах никогда не будет превзойдено. Но цивилизации, создавшие их, давно исчезли. Евреи тоже строители. Они соорудили некаменные монументы. У горы Сина их назначили строить справедливый мир, достойный стать домом для пребывания Всевышнего. Его камнями должны быть правильные поступки, заповеди, построительным раствором изучения Тора и сострадания. Учитель Маше превратил группу рабов в вечный народ, научив нас тому, что архитектор этого мира – Бог. А строители – это все, кто хочет стать его партнерами в творении. Субтитры создавал DimaTorzok